Денежный поток вашего счастья, вашего изобилия и процветания. Какой он? Какой он именно ваш? Какой он для вас, этот денежный поток? Не переключайтесь, и вы сегодня об этом узнаете. Меня зовут Дмитрий, и каждый день мы делаем к успеху, нашей своей мечты, и сегодня 13-й день марафона. Сейчас, как обычно, зарядочка, и максимально зажмем. Пока в поисках хорошего места для зарядки. Хочу вам дать послушать пение птиц. Слышно? Насколько уже живет лес? В этом месте мы были последний раз в прошлом году. Где-то там, где-то там, я обнаружил хижину. Хижину, в которой, скорее всего, шире. Представляете? Не знаю, сходил с вами или нет. Мы посмотрим. Приближаемся к этому месту. Если кто не в курсе, в прошлом году можете отмотать прошлое лето, и там есть прямо на заставочке нарисована хижина такая вся в зелени там. И сейчас я вам покажу, что тут сейчас. Это все, что осталось от этой хижины. Конечно же, не так красота, что было в прошлом году. Сегодня пойдем прямо в гущу. Я решил возвращаться не назад по тропе. Погнал вот туда. вот такие вот ели я встретил по ходу и кто-то посадил я думаю что они в рядующих растут давайте посмотрим, какая-то птичка кто там? все, полетела а, чуть-чуть выше привет интересный у тебя голос да, природа так и шепчет вот такая вот красота меня сейчас окружает да, потрясающе природа шепчет находиться здесь просто, просто сказка да, сейчас пойдем в эту глубь кустарническую чтобы вы понимали отсюда смотрится вообще красота такая ну, как-то так, некомфортно конечно, даже состояние такая а, зачем нужно идти? можем пройти вот до вот этой тропы тогда можем пойти, а не сюда вот, друзья наш мозг сопоставляется сложностям, трудностям а не сложностям, трудностям поэтому пойдем прямо сюда и потихонечку будем зажигать глузный поток успеха, изобилия, процветания никакой какой он или на блаш или на блаш какой-то какой вы бы хотели поток начнем с того, что просто-просто зададимся вопросом какое количество денежных средств вам ощущать комфортно какая-то сумма для вас может быть 100 рублей может быть 1000 может быть 10 тысяч может быть 100 тысяч может быть ничего понимаете в моменте, когда мы задаем себе вопрос наш мозг начинает работать для нас для нашего самого будущего задайте себе вопрос такой вот представьте представьте сону так, отлично вот она лежит, да? представьте а теперь представьте, что она ваша что вы чувствуете? окей хорошо супер давайте увеличим эту сумму в два раза что вы чувствуете? что вы чувствуете? что вы чувствуете? что вы чувствуете прямо сейчас? это ваша сумма это ваша сумма как вы ее ощущаете? комфортно вам? 256 тысяч ну это по сути 100 долларов ну это 100 тысяч долларов 100 тысяч долларов как звучит? как звучит, да? можно купить можно купить отлично давайте наши пойдем 512 тысяч два дома купить ну супер миллион 24 как она? 500 тысяч долларов ну я образно 400 это получается вау да? да? или что-то уже не да? что вы чувствуете сейчас? вот кстати выбрались с этих мест густых пока мы общались вот вот я смотрю тропа какая-то проложена вот пойдем вон туда дорога где-то в той стороне давайте потихонечку туда пойдем ну смотрите красота я люблю леса люблю леса это видео длинное возможно возможно будет скучно смотреть но если скучно переключайтесь смело я не претендую я просто делюсь сами с сибирскими так давайте пойдем дальше это же денежная тема сколько мы еще можем представить для вас вот 400 тысяч долларов комфортно давайте так чтобы можно было их представить это это где-то где-то 300 300-500 зарплат как 300-500 зарплат ну может 600 где-то 800 там средняя цифра вау да такое количество зарплат сразу представить зарплат на целый год круто целый год можешь жить без ну не ходить на работу просто деньги есть давай подумаем что 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 то ты с ними будешь делать ну два три неинтересно ну купил ты вон там да ну хорошо окей стоит идти подальше давайте давайте разберем если вы можете это представить это уже класс то есть в первую очередь что нужно сделать нужно понять одну простую вещь что одна десятая часть этих денег она никогда не была твоей это не твои деньги это деньги непрекисновенный запас это деньги которые будут в дальнейшем работать для себя и самое интересное что независимо от суммы чтобы у тебя были большие суммы огромные суммы это нужно понять сейчас это привычку выработать с самого-самого нормального то есть у тебя сначала должны быть суммы ну конечно и ты начинаешь откладывать потихонечку 10-10% по запасу не важно какая сумма каждый день не по раз в месяц ты откладываешь 10% это не него все как отряд 10% откладываются а все ли откладывают все ли откладывают 10% откладываешь ли ты 10% возьми просто и начни 10% тут большая сумма потому что там 10% отложить это просто отложить 10% давайте дальше пойдем в представлении 2 миллиона 48 2 миллиона 48 это чуть меньше миллиона долларов представляете чуть меньше миллиона долларов как ооо такое чувство ощущаете внутри а это же денежный поток есть деньги которые должны крутиться постоянно постоянно крутиться как вы чувствуете вообще вообще так пойдем нифига вот сюда пойдем страшно хорошо не страшно хорошо давай x2 4 миллиона 112 48 4 миллиона 96 4 миллиона 96 тысяч дела русских рублей как ты чувствуешь себя прикинь это твои 4 миллиона это где-то полтора два где-то плюс миллион семьсот долларов 800 долларов смотрите как они быстро увеличиваются по таких суммах по таких суммах но x2 сделать вообще очень просто объясняю почему если мы берем сложный процент и начинаем работать с тем родным процентом каждый день каждый месяц увеличивая обороты что происходит у нас происходит удвоение чуть ли не каждый год то есть удвоение суду каждый год представляете даже если мы 20% будем делать 20% увеличивать свою силу капитал и это будет все по сложным процентам, то если сумма будет увеличиваться, то мы начиная с 500 рублей, а через 20 лет воскресенье и долговыми миллиардами. Как это ощущать, Светлана? Почему вы спросите, почему у меня такого нет? Сейчас отберемся, на секундочку я им потушу. Светлана. Светлана. Клеер. Поможете, не Клеер. Мы уже куда-то уходим. Почему этого нет? Почему, обладая такими знаниями, мы это не имеем? Объясняю почему. Пока ты не научишься сохранять деньги, которые у тебя есть. Вот это вот десятина. Это закон сохранения денег. Когда ты научился сохранять деньги, неважно какое количество, важно, что мозг понимает, что он не сохраняется. И у самих денег есть энергетика. Мало того, что ты управляешь ними, ты их сохраняешь. И когда ты их сохраняешь, они начинают размножаться. Слышите, как вот деньги размножаются? Такая фраза, да? Надо не дать им тратить сразу, когда деньги пришли, нужно этим поддерживать. Это и есть закон сохранения денег. И чем больше эта сумма лишит у тебя на счету, либо еще у деда, тем больше она размножается. И у тебя вырабатывается мышление, что деньги есть. А если деньги есть, то что происходит? Деньги. Притягивают деньги. Поэтому вот так вот и происходит процесс умножения денег, умножения, ковыргументалов, умножение твоего изобилия, твоего счастья, твое процветание. Оно умножается благодаря тому, что ты думаешь, ты знаешь, ты чувствуешь, что деньги есть. Вы представьте, какое количество дом на финансов на паре земля. В цифровой валюте, в кэше. Просто неимоверное множество. И постоянно ведет поток. Если взять работу банков, они огромные суммы. Они ежедневно по всему миру переходят туда-сюда, перебирают. Огромные суммы двигаются постоянно в потоке. Кто-то какие-то счета переводятся куда-то. А кто-то сюда переводится, и они постоянно-постоянно срегулируются. А так вот вырабатывается энергия. Энергия денег. Только в движении. Жизнь – это движение. И это касается не только нашего здоровья, но и также денежного потока. Почему именно поток? Потому что он в движении. Деньги постоянно в движении, в движении, в движении. И холм он. Десятина. Десять процентов лежит. И все в движении. А десять процентов лежит. И вот он растет, растет, растет. Именно для тебя. Ощущай это всем утром. Прочувствуй. Возьми и сделай. Возьми прямо сегодня. Открой карман. Открой кошелек. Посмотри, какая там сумма. И десять процентов от лошади. И забудь про них. Ну, забудь то, что ты можешь их потратить. Создай для себя табу, что ты их не можешь ни на что потратить. Что это, скажем так, твой клад. Это твоя кладезь. Это твой фундамент. Каким дом стоит на фундаменте? Ты же фундамент не вытащишь, чтобы этот дом разрушился. Тебе нужен кирпич забыться, да? Ну, ты знаешь, что если ты этот кирпич вытащишь с фундамента, дом разрушится. Вот такими вот мыслями, такими вот мыслями ты исследуй. Исследуй вот этому зону. Не вытасывай, не тратить. Просто возьми сохранение. Возьми сохранение частичком. И видишь, как оно начнет размножаться. В твоем сердце, в первую очередь, ты чувствуешь, что денег есть. Денег есть, и их немного, но и много количеств. И вот это будешь в себе умножать. Все, друзья, с угрозского настроения, классных разных эмоций, великих совершений. Сегодня вторник, скоро конец месяца. Максимально зажигаем. Скоро 1 апреля. Пока-пока.